приветствую садимся перед нашим колесом аккуратненько опускаем верхнюю часть тела от низа лопаток сначала мы прорабатываем грудной отдел от низа лопаток раскатываем либо короткими либо длинными движениями таз у нас на весу находится вся работа у нас идет вот стоп руки за головой придерживают ее мы не даем себе заваливаться шеи обратите внимание то что локти могут тоже здесь участвовать в работе либо узко либо широко вы тоже почувствуете разницу прокатываем до тех пор пока не появится приятное тепло и затем фиксируемся на раскрытие грудного отдела если вам здесь тяжело сидеть таком положении обязательно под таз положите кирпичик какое-то возвышение вам будет чуть-чуть полегче задерживаемся продышиваем обязательно в грудной отдел можно чуть-чуть сместиться в какие-то точки в которых вам хочется больше задержаться и дальше потихонечку можно идти вниз но будьте очень аккуратны да если у вас есть какие-то грыжи в позвоночнике вы должны об этом знать обязательно и с этими отделами просто быть безумно внимательными особенно когда вы идете на поясницу да то есть она и так мобильная она и так у нас в лордозе насколько вам вообще требуется это и надо ли вот очень аккуратно даже с некоторыми видами грыж лучше не делать этого вот но если нет особых противопоказаний то поясница тоже очень приятно прокатывается у меня вообще кефазированная она слегка поэтому я просто даже кайфую да соответственно когда мы на поясницу уходим в статику у нас грудной отдел касается пола голова касается пола создает точку опора пятки обязательно в опоре ягодицы стараемся под расслабить здесь и дышать именно в живот да когда мы на грудном отделе лежим мы поднимаем вдох в ребра если мы на поясничном отделе то стараемся дышать в живот наблюдать за своими ощущениями что вообще происходит насколько вам приятно неприятно дискомфортно если асимметрия пробуйте вот небольшие покачивающиеся движения начинаю делать для легкой тракции позвоночника да здесь по инерции просто за тазом за грудным отделом оттягивается позвоночник еще больше вот опять таки нужно очень хорошо здесь понимать себя да или же с тренером работать в этот момент если вы не знаете как правильно работать при наличии каких-то определенных грыш и патологии позвоночника дальше уходим на крестцовый отдел даме его потихонечку раскатываю даже движениями из стороны в стороны чуть-чуть вперед назад вот работаю также ягодицами и несколько упражнений делаю тоже на отдел между крыцом поясницы под раскатать его на такие движения уже в полустойке на плечах вот будьте внимательны если у вас есть гипертоническая болезнь да здесь у нас полуперевернутое положение точнее перевернутое положение да может быть тяжело и какие-то кризы будьте аккуратно с перевернутыми да если все в порядке аккуратненько прокатывайте зону межпоясницы крестца тоже подразогреть мышцы вокруг и проработать фасциальные слои ткани как как фасциальный массаж в этой зоне тоже он происходит на колесе можно поделать перевернутые позы на любые манипуляции небольшие тонкие да то есть мы не размахиваем слишком сильно все делаем потихонечку подконтрольно да и по своим ощущениям когда разогрели зону крестца до под вытянули ее лежит нижняя зона поясница в том числе на нее воздействие здесь идет аккуратненько выходим в уже стойку на крестце не необходимо расположить колесо именно под крестцом да и выпрямить ноги ноги мы выпрямляем в коленях и расслабляем обязательно ягодицы бедра грудной лежит на полу если здесь грудной вас не лежит колесо для вас пока что еще очень высоко это кстати далеко не всем дано берите возвышение ложитесь на кирпичи грудным отделом или же вообще вместо колеса используйте здесь кирпичи такой средней жесткости рекомендую из пробки просто он укладывается таким же образом вдоль позвоночника кирпич будет в два раза меньше но воздействует точно также да это уже продвинутый уровень когда мы именно на колесе делаем вот это вот упражнение на крестовый отдел в нем нужно задержаться также продышать достаточное количество времени чтобы вы здесь уже расслабились и растворили максимум ощущений вашем теле где-то еще какие-то натяжения вот мы работаем на колесе или на кирпиче до тех пор пока мы можем ввести вот эту вот внутреннюю работу на расслабление если у вас там мозг куда-то убегает или еще что-то вы не можете расслабиться то будет менее эффективная практика в этот момент из этого положения тоже если хорошо расслабились можно чуть-чуть мелкие движения поделать помочь себе стопами помочь себе верхом спины да здесь чисто вот работа плечами стопами и аккуратно выходим встаем на носочки да можно здесь же сделать перевернутое положение всего к ним готова тоже очень хорошая проработка вы видите то что я еще дополнительно массирую область крестца в перевернутом положении и дальше уже практику делаю перевернутых асан реверс асаны да это вы сгонка жидкости от конечностей вниз до соответственно через расслабленный таз все сосуды все сосудистые ходы нас достаточно раскрыты расслабленных ничего не зажимает и кровь лимфа лимфа хорошо легко стекает с конечностей в область живота грудного отдела да опять таки если есть какие-то заболевания глаз до гипертонические любые или последствия сердечно-сосудистые будьте аккуратны какие-то упражнения может быть стоит исключить еще одна вещь которую здесь можно делать да на раскрытие таза но это опять-таки тоже продвинутый уровень она лучше ощущается на кирпиче когда вы лежите чуть пониже и аккуратненько убираем колесо опускаем таз и к себе забираем колени до обнимаем их на длинную руку на длинную руку до колени поудали от себя и раскачиваемся на крестцовом отделе из стороны в сторону и потом дополняем работу еще таким же self массажем прижимаем колени чуть-чуть поближе да здесь вы почувствуете что вы на поясничную зону выходите такой self массаж завершающий эту практику вот и дальше собственно если вам по хочется какие-то компенсирующие движения сделать обязательно сделайте их может быть в обратную сторону вытянуть позвоночник вот все что ваше тело вам говорит лучше него никто его не знает поэтому практикуйте шлите обратную связь насколько было полезно интересно и нужно ли добавить что-то еще